всем привет с вами снова валерий валки и снова о ветряках на этот раз я как бы сказать снова намотка статора ролики о намотке статора я уже выкладывал но попробую еще более подробно описать метод вот как я это делаю это вот большой статор ну и как бы с чего начать для намотки статора нам необходимо сделать сначала приспособление то есть это вот такого типа шаблончик куда наматывается провод вот я что хочу сказать обычно те кто начинает мотать делают шаблон именно по размеру паза и провод укладывается в один ряд сверху на него еще ряд тому как бы там еще ну как получается то есть такую катушечку укладывать паз ну я бы не сказал что нереально можно но очень сложно потому что вот эти нижние ряды начинать перепутываться с верхними ну и в общем сложно получается все это уложить в паз потому вот такие катушечки но если еще тонким проводом мотается ну принципе можно если это мотается толстым проводом ну я бы не советовал поэтому показывают еще вариант то есть мы это то есть у нас щеки вот эти они вы как бы здесь универсальные пробовала делать вот такие конусные вот я так покажу маленький экскурс в шаблоны намоточных катушек и вот типа то же самое так чтобы было представление я показываю пробовал я мотать и вот так то есть здесь уже мотается вот с этого положение начинается и виток к виточку и наматывается нужное нам количество витков такая катушка укладывается довольно легко в паз то есть она снимается отсюда легко и укладывается довольно легко но недостаток этой катушки что когда вы ее уложите в паз она имеет какую-то такую вот конусную форму то есть не получается так чтобы вот эти нижние рядки залезли внутренние все равно всегда что-то мешает как-то ну вот на тонком проводе получится на толстом не получается поэтому самый оптимальный вариант и вот то что я пользуюсь это намотка это намотка вот значит берем и делаем чисто вот такие вот цилиндрики размеры вот этого цилиндрика чтобы был по центру пазов с проводом то есть учитывая провод этот размер учитывая провод должен быть по центру паза тогда вы мотаете провод он смещается влево-вправо и как бы максимальная укладка получается это очень хорошо для толстого провода вот я сейчас эту конструкцию соберу и покажу на чем я мотаю статор для каждого статора своя своя должна быть как бы форма то есть вот эти расстояния плюс вот этот диаметр это все для каждого железо должно быть свое то есть как бы универсального здесь не получается для каждого генератора практически для каждого железо делается свой шаблончик ну вот вот такая форма значит очень удобно мотать толстым проводом тонким независимо как то есть я вот здесь провод согнул и виток к витку вот я в данный момент мотаю двойным проводом то есть в два провода диаметром 1,4 миллиметра очень удобно то есть виток к витку в два провода очень хорошо здесь мотается хорошо снимается и отлично укладывается в паз потому как катушка это в одной плоскости и вам стоит только что буквально хорошо прицелиться чтобы провода были в один ряд не перепутались и она отлично встает в паз так это по по катушечке ну именно по шаблонам под готовленную катушечку наш шаблон ставлю вставлен на моточный станок мотаем два провода вот одна катушка она там вращается здесь вторая до вставляем здесь без уплотчика мотаем двойным проводом 9 витков я в общем то знаю уже даже без счетчика сколько это по идее должно быть 9 теперь вот так их обжимаем формируем обрезаем куча все вот наши очередная моточка готова и сначала я вот так вот загибаю и все идем вставлять статор перед намоткой статора необходимо вложить изоляционные прокладки вот такие это их сначала нужно сформировать наши заготовочки вот вставляем паз вот такой вот досточкой вставляем его туда затем вот такой вот досточкой вот она так заточена и вот так вот делаем эту сторону сюда загибаем это все это скилл у нас в четыре вот пять катушечек уже готовые изоляционные прокладки вставляем одну катушку затем как бы через зубец еще одну катушечку следующая катушечка будет ложиться сверху на эти две вот вот на этот зубец намотанную катушечку вставляем подготовленный паз прослойки изоляции поставили и начинаем так одну сторону пытаемся по виточку уложить и одновременно как бы немножко я эту сторону бывает этот процесс намного быстрее бывает сами вскакивает добывает приходится повозиться но принцип вот такой у нас катушечка стоит на месте теперь опять же наши вот такие изоляционные прокладочки одна и уберем вот так и отделяем первую обмоточку 2 с этой стороны тоже самое далее у нас универсальная полочка вот мы этой полочкой подравниваем это все чтобы у нас сверху стала еще одна катушечка вот так вот так вот делаем вот так вот так вот так вот так вот такими подровнять это все такими клынышками вот мы ее вот так вот там вот так вот намотка вложена следующая будет ложиться сверху на эти две когда вот так вот катушечки уже уложено нам надо уложить теперь сверху но это как бы немного сложнее чем первую ну реально если все правильно намотана сделаем просто провод надо чтобы в один ряд был и он туда довольно неплохо вскакивает выставляем его в один ряд вот одна сторона зашла все вставили эту катушечку далее вот такой вот текстолитовый штучкой все это подправляем туда закатушечка обжимаем то же самое делаем с этой стороны все эти уже сверху или если что-то как-то не получается значит неправильный шаблон если катушка не влазит все они должны влазить довольно свободно все теперь сюда вставляем следующую катушечку вот так выглядит оконцовка сейчас осталось вбросить две обмоточки одну наверх вот этих и одну и вторую вот сюда после укладки всех катушек типа финальный аккорд вставляем клинья ну я их вот электрорубанком с рейки нарезал как бы ну она не особо ровно но это неважно и вот такие вот по размеру статора вот мы их вставляем все мотка надежно зафиксировано вот эти клинья желательно делать вот такой типа треугольной формы тогда когда вы будете забивать они не будут здесь проворачиваться и вылазить так выглядит статор с уложенными катушками все пазы запечатаны куча проводов с каждой катушки выходит четыре провода потому как намотано двойным проводом так вот это все выглядит на этом этапе далее распайка этих проводов и Продолжение следует...